Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня очередное занятие Университета рабочих респондентов. Тема занятия «Современное состояние борьбы с империализмом». Читает лекцию кандидат медицинских наук Денис Борисов-Дегтарев. Пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые товарищи! Итак, сегодняшняя наша лекция посвящена современному состоянию борьбы с империализмом. Наверное, для начала надо понимать, что такое империализм, с чем идет борьба. И мы знаем классическое определение Владимира Ильича Ленина, которое он дал в работе «Империализм» как высшая стадия капитализма. Собственно говоря, само название этой статьи дает в какой-то степени определение того, что такое империализм. То есть, это высшая стадия капитализма и другой стадии развития капитализма быть не может. Но Владимир Ильич Ленин в этой работе приводит такое короткое определение, как империализм – это монополистическая стадия капитализма. Но короткое определение, с одной стороны, хорошо тем, что подытоживает главное, но, как пишет Владимир Ильич, оно недостаточно, потому что необходимо выводить из него наиболее существенные черты того явления, которое надо определить. Соответственно, Владимир Ильич дает полное развернутое определение империализма, как империализм есть капитализм на той стадии развития, когда сложилось господство монополий и финансового капитала, приобрел выдающееся значение вывоз капитала, начался раздел мира международными трестами и закончился раздел всей территории Земли крупнейшими капиталистическими странами. То есть в этом определении он подытоживает основные признаки империализма. Основные признаки империализма, а именно это концентрация производства и капитала, достигшая такой стадии развития, что она создала монополии. Играющие, решающие роль в хозяйственной жизни стран. Это слияние банковского капитала с промышленным и создание на базе этого финансового капитала финансовой олигархии, при руководстве этим капиталом со стороны банковского капитала. Третье – это вывоз капитала, который в отличие от товаров приобретает важное значение. То есть империалистические страны экспортируют не товар, а вывозят деньги, которые, соответственно, вкладывают в подчиненные им страны, в экономику подчиненных стран и тем самым получают оттуда прибавочную стоимость. А товары ввозят, соответственно, из этих стран. Образуются международные монополистические союзы капиталистов, делящие мир. И, наконец, закончен территориальный раздел земли крупнейшими капиталистическими державами. Вот такое определение, такие признаки империализма дает Владимир Ильич Ленин. Надо сказать, что данная работа была написана еще в период до, естественно, даже до февральской революции, до Великой Октябрьской социалистической революции. И мы знаем, что господству империализма, полному безраздельному господству империализма на земле, был положен конец, когда грянула Великая Октябрьская советская социалистическая революция. И появилось первое в мире государство диктатуры пролетариата. В дальнейшем, после переходного периода, после периода становления, когда страна стала социалистической, уже окончательно стало понятно, что полного господства финансового капитала в мире уже нет. И, видимо, перспективы быть не может. И человечество вступило в новую фазу, в новую эпоху, в которой мы продолжаем жить до сих пор. Это эпоха империализма и пролетарских революций. Великая советская социалистическая революция была первой, но не единственной в череде социалистических революций, пролетарских революций. Но именно она положила начало краху империализма и появлению альтернативы. То есть, альтернативы нового строя, нового общественного строя, нового экономического строя, который дал бой существующей империалистической системе. Мы знаем, что империалистические страны хотели задушить в зародуши пролетарскую республику. И была интервенция, была гражданская война, поддержанная интервентами. Но эта попытка не уменьшалась успехом. Интервенты были изгнаны с территории нашей Родины. И советская власть установилась по всей стране. Таким образом, был дан вооруженный отпор империализму. Империализм получил серьезный урон, но, конечно, не оставил своих стремлений, своих попыток разрушить то, что угрожает самой основе его существования. Потому что основа империализма – это капитализм. То есть, это капиталистический способ производства. И как только появилось государство, в котором основным способом производства является не капиталистический, а является непосредственно общественное производство, это угрожает, конечно, самой основе империализма. И империалистические страны не могли с этим смириться в правящие круги империалистических стран. Поэтому с их стороны шла подготовка. И вторая попытка уничтожить наше государство была в ходе Великой Отечественной войны. Когда на нашу страну двинулся передовой отряд империализма. Это германский фашизм, германский нацизм. Ну и, так сказать, припнувшие к нему другие фашистские государства. Таким образом, борьба с империализмом опять вступила в горячую фазу, шла вооруженным путем. И мы знаем, что в этой войне, в этой борьбе советский народ отстаивал не только свою землю, не только географию, не только родные березки, что называется, но и отставил свое пролетарское государство. Это была борьба не только за страну, но и за сохранение социалистического государства. Это очень важно отметить, поэтому эта борьба была также и непосредственной борьбой против империализма. Что в результате удалось ценой беспримерных усилий и тяжелых потерь удалось разгромить передовой отряд империализма, сломать хребет фашистской гадине и добиться мира. То есть, каковы были итоги этой борьбы. Итогом этой борьбы было не только сохранение советского государства, но и возникновение на территории Европы нескольких социалистических государств и в дальнейшем появление целого блока, целого лагеря, социалистического лагеря. То есть, не только идеи, но и практика социализма и коммунизма распространились шире по миру. Это то, что касается, так сказать, со стороны пролетариата. Что произошло с противоположной стороны, с противоположным классом? В противоположном классе тоже произошли изменения. В результате Второй мировой войны из группы империалистических стран выделилась одна страна, одна крупнейшая держава, которая и стала империалистическим демоном, которая стала главенствовать над всеми остальными капиталистическими странами. Потому что ряд стран, которые непосредственно участвовали в агрессии против Советского Союза, оказались разгромленными, либо разделенными, как Германия, и потеряли, по сути дела, потеряли суверенитет, оказались в зависимом положении, в положении, когда они не могли играть самостоятельную роль в капиталистическом лагере, либо были ослаблены войной настолько, что не смогли противостоять конкуренции со стороны Соединенных Штатов Америки, на территории которых, за исключением небольшой территории, война не шла. И в экономическом плане тоже Соединенные Штаты получили наибольшее преимущество в результате Второй мировой войны, не говоря же о том, что им удалось вывести и ученых, и технологии с территории Германии, что тоже способствовало их дальнейшему росту и развитию. Таким образом, по итогам Второй мировой войны сложилось два лагеря. Это лагерь империалистических стран во главе с Соединенными Штатами Америки и социалистический лагерь во главе с Союзом Советских Социалистических Республик. Соответственно, отношения, конечно, в этих лагерях между руководителем и подчиненными странами были совершенно разными. Если Соединенные Штаты Америки не стеснялись и грабить своих вроде как союзников, то Советский Союз, наоборот, оказывал всяческую помощь, поддержку своим союзникам. Каким образом шла борьба с империализмом после окончания Второй мировой войны? Прежде всего, это борьба за национальную независимость и освобождение от колониального гнета. По всему миру прокатилась эта волна. Происходили начинались национально-освободительные войны, изгонялись представители колониальной администрации и страны получали независимость. При этом была непосредственная поддержка либо со стороны Советского Союза, либо со стороны стран социалистического лагеря этой национально-освободительной борьбы. И также Советский Союз поддерживал борьбу за демократические преобразования в странах, которые, строго говоря, не являлись и не становились социалистическими, но, тем не менее, благодаря этим преобразованиям попадали в сферу влияния Советского Союза. Понятно, что там шла политическая игра и постоянное перетягивание каната. Борьба велась прикрытой и на дипломатическом фронте, но, тем не менее, это было прогрессивное явление. Борьба за национальную независимость, борьба за освобождение от колониального гнета. В то же время Соединенные Штаты создали себе ряд форпостов по всему миру таких колоний, которые, по видимости, были независимыми, ну и сейчас, в общем-то, они, по видимости, являются независимыми государством, на самом деле, являются колониями Соединенных Штатов и проводят политику в интересах Соединенных Штатов. Такой страной на Ближнем Востоке является Израиль, на азиатско-тихоокеанском регионе это Южная Корея, пример, ну и на территории, к сожалению, тоже после уже крушения, разрушения, вернее, Советского Союза, на территории постсоветского пространства такой страной стала Украина. Борьба шла до, собственно говоря, разрушения Советского Союза, борьба с империализмом шла в основном такими политическими средствами и не вступала в открытую, в фазу открытого противостояния преимущественно, ну и кроме того, естественно, шла борьба в области экономики, потому что об этом не надо забывать, потому что основа все-таки жизни и существования общества это экономика, и посредственно общественное производство доказало уже начиная фактически с первых годов советской власти и особенно это проявилось в период Великой Отечественной войны, доказало свою эффективность по сравнению с экономикой капиталистической экономики, то, что было характерно и характерно до сих пор для капиталистической экономики, это кризисы, которые неизбежно сопровождают капиталистическую экономику, и сейчас мы живем в период очередного кризиса, вот это как раз то, что не свойственно непосредственно общественному производству, социалистическому способу производства, и это в совокупности с гигантской по сути дела монополией, которая представляла себя Советский Союз монополией во внешней торговле, конечно, делала наиболее сильным игроком на мировом рынке, делала сильным игроком на мировом рынке, поэтому задача разрушения Советского Союза, задача разрушения социализма, и, конечно, правящими кругами империалистических стран, прежде всего Соединенных Штатов и Америки, не снималась с повестки дня, и поскольку было понятно, что военным путем победить Советский Союз не удастся, особенно это стало очевидно после того, как было создано в Советском Союзе тоже было создано ядерное оружие и был скован ядерный щит, который защищает нас до сих пор, стало понятно, что надо действовать другим путем, и, собственно говоря, таким путем и действовали. в начале ошибки определенные Советского руководства, а потом и прямое предательство со стороны верхушки КПСС привели к тому, что в нашей стране произошел контрреволюционный переворот, и, по сути дела, возникла диктатура буржуазии. Самой буржуазии еще как таковой не было, она была в становлении, но, тем не менее, уже не было и диктатуры пролетариата. И постепенно это привело к тому, что были подорваны основы советской экономики, то есть основы непосредственно общественного производства путем внедрения в нее элементов товарности, и все это закончилось уже реставрацией капитализма и переходом к товарному способу производства. То есть был восстановлен капитализм как политический строй, как общественный строй, так и капиталистический способ производства. И общественная собственность перешла в руки класса собственников. То есть стала капиталистической. Та собственность, которая даже находится сейчас в собственности государства, она все равно не принадлежит всему обществу, а принадлежит классу капиталистов, которые собственно говоря осуществляют управление этой собственностью через свое государство. как это отразилось на борьбе с империализмом? Отразилось это самым плачевным образом. Во-первых, это привело к тому, что значительно снизилась популярность идеи коммунизма и привело к тому, что коммунистические партии в странах Запада по сути дела тоже подверглись тем же процессам ревиазионизма, переродились и перестали отстаивать интересы рабочего класса, то есть стали партиями портнестическими и сами трудящиеся в общем-то лишились такой серьезной надежды образца для того, куда нужно стремиться в своей борьбе за коренные интересы. Кроме того, конечно, экономически тоже здесь за счет того, что разрушилось непосредственно общественное производство, разрушилось монополия, образовался гигантский рынок, который вдохнул дополнительную жизнь в угасающую, разрушающуюся экономику империалистических стран. Это дало определенный импульс, и вот по сути дела его хватило где-то тоже на 30 лет, теперь он иссяк, поэтому кризис, который удалось отсрочить и растянуть за счет возникновения рынка на постсоветском пространстве и в странах, в социалистических странах, сейчас этот ресурс уже исчерпан, соответственно, есть необходимость нового захвата, создания, дробления, создания новых рынков, к чему, собственно говоря, главный империалистический хищник и приступил при помощи своих сателлитов. Об этом, кстати, сказать, Владимир Ильич Ленин тоже писал в своей работе «Империализм как высшая стадия капитализма», характерными чертами империализма является экономический паразитизм, когда страна, которая является империалистическая страна, живет за счет дополнительной монополистической прибавочной стоимости, которую получает из своих колоний, и второе это война руками туземцев, то есть война с участием в основном солдат из зависимых стран. И мы видим сейчас, что так, собственно говоря, и происходит. То есть Соединенные Штаты Америки предпочитают достигать своих интересов, по крайней мере, там, где есть риск получить какой-то ущерб, стараются использовать зависимость страны. прекрасно мы это видим на примере Украины. Они создали на базе Украины свою колонию, используют ее как ресурс, людской ресурс для войны с Россией. экономически тоже используют Европу для оказания помощи, так называемой, на самом деле, для финансирования просто этой военной кампании, для снабжения оружием, плюс те санкции, которые Европа вводит, действуют против нее, то есть Соединенные Штаты в данном случае убивают двух зайцев, ослабляют Европу, ослабляют своих экономических конкурентов, ну и потенциально выигрышем будет получение ресурсов в России. Что происходит с борьбой? Это как бы мы рассматриваем ту сторону, что со стороны империалистов происходит. Что со стороны антиимпериалистической борьбы? Ну во-первых не снята с повестки национально-освободительная борьба. Она идет во многих странах. Мы видим в Африке явления эти освобождения от остатков колониализма в странах Африки. В этом активно помогает Китай, участвует и Россия. Ну надо сказать, что там тоже не все так гладко на самом деле, когда Соединенные Штаты тоже не прочь поживиться за счет того, что колония перестает допустим быть зависимой от Франции, но Соединенные Штаты там где-то тоже появляются и соответственно получают свои дивиденды. Поэтому это один из компонентов этой борьбы, но наверное не самый важный. Важным является очень существенно это экономическое противостояние, крупнейшая экономика мира, это Китай, Китай социалистическая страна. Соответственно, хотя там она находится еще в переходном периоде от капитализма к коммунизму, но тем не менее там на большинстве крупных отраслей, системы образующих отраслей действует плановая экономика, экономическая мощь Китая велика, в соединении с военной мощью России она дает возможность противостоять Соединенным Штатам Америки. Кроме того, идет подрыв и мировой системы платежей, основанной на долларах, то есть страны объединяются и начинают проводить платежи национальной валюте и недавно было сообщение о том, что Россия и Китай практически полностью перешли к взаиморасчетам национальной валюте. Это очень важно, так как проходит уход от долларов в расчетах, соответственно, не идет поддержка Соединенных Штатов Америки. Далее страны, которые не являются империалистическими, это по сути большинство стран, но обладают развитой экономикой, объединяются между собой. Мы знаем, что есть БРИКС, к которым уже присоединилось достаточно много стран, а заявок еще больше. Это идет постоянное увеличение этого союза, который, в общем-то, может уверенно противостоять американской экономике. Ну, и, наконец, мы знаем, что когда экономические методы, когда империализм экономическими методами не может достичь своей цели, он прибегает к другим методам, прибегает к прямой военной агрессии, он прибегает к экспорту фашизма, и вот с экспортом фашизма наша страна столкнулась в лице Украины. И сейчас наша страна ведет прямую вооруженную борьбу с американским фашизмом на экспорт на территории Украины, которая выступает в роли колонии и колониальной армии. Это серьезная борьба и от ее исхода зависит во многом исход вообще борьбы с империализмом. Ну и наверное говоря о борьбе с империализмом нельзя сказать не вспомнить то, что говорил по этому поводу Владимирович Ленин что борьба с империализмом без борьбы с капитализмом есть пустая и лживая фраза. То есть невозможно победить империализм находясь в капиталистическом лагере. Поэтому конечно здесь основное острие борьбы и основное оружие которое можно направить против империализма это борьба за коммунизм это борьба за восстановление советской власти прежде всего в советском в России в современной потому что это наиболее во первых у нас была советская власть был построен социализм то есть у нас есть опыт во вторых это крупная экономика которая действительно может эффективно работать в условиях непосредственно общественного производства ну и наконец у нас есть силы и средства для того чтобы отстоять свою независимость в борьбе против крупнейших империалистических стран и вот то что касается борьбы с капитализмом борьбы за восстановление советской власти пока еще здесь больших успехов наверное не достигли хотя и в нашей стране в нашей стране действует российская рабочая партия российская коммунистическая рабочая партия которые твердо стоят на позициях диктатуры пролетариата и отстаивают интересы рабочих ну и в других в некоторых странах эти партии немногочисленные например коммунистическая партия в Великобритании марксистско-ленинская которая конечно не может сравниться там с крупными капиталистическими партиями Великобритании по своему влиянию но тем не менее дает правильную оценку правильно расставляет акценты в отношении положения в котором находится сейчас империализм в отношении международной обстановки каким образом происходит борьба с империализмом мы видим что везде по всему миру вспыхивают горячие точки с одной стороны идет наступление со стороны империалистических стран и прежде всего Соединенных Штатов для захвата и раздела территории но идет и противостояние этим странам идет противостояние со стороны угнетенных зависимых стран и коммунисты должны и поддерживаем эту борьбу не забывая не теряя из вида конечную цель это восстановление советской власти это восстановление восстановление коммунизма нашей стране что и окончательно в перспективе поставит точку в империализме приведет к его окончательному полному разгрому благодарю за дальше поступил вопрос я зачитаю Владимир Ильич Ленин писал что борьба с империализмом если она неразрывно не связана с борьбой с оппортунизмом есть пустая и лживая фраза кто на ваш взгляд в настоящее время является оппортунистическими силами в РФ в мире как с ними борется РПР Действительно Владимир Ильич Ленин об этом говорил почему важна борьба с оппортунизмом потому что оппортунисты под видом борьбы за насущные интересы рабочего класса на самом деле проводят политику примирения классового примирения и тем самым лишают пролетариат надежды на борьбу за свои коренные интересы но безусловно оппортунистической партией если брать по названию оппортунистической партией является коммунистическая партия Российской Федерации которая является коммунистической только по названию на самом деле партия мелкобуржуазная но с началом СВО стало понятно что многие так называемые левые не системные левые или беспартийные коммунисты на самом деле тоже являются оппортунистами потому что они по сути дела встали на сторону американского фашизма на экспорт выступив против специальной военной операции борьба со стороны РПР ведется в сфере во-первых идеологической борьбы и ведется ну это понятно это публикация это выступление это заявление но самое главное мы ведем работу в российском рабочем классе ведем работу по организации российского рабочего класса для этого мы проводим российский комитет рабочих где встречаются рабочие которые действительно ведут борьбу на своих предприятиях то есть учатся экономической борьбе учатся организовывать свои коллективы и по сути дела российский комитет рабочих это прообраз будущего съезды советов ну что касается мелких врагов ну вот не системных с ними борьба особо особо наверное не требуется позиция рпр достаточно четкая ясная и в отношении своего и в отношении борьбы с американским фашизмом на экспорт следующий вопрос буквоеде видел книгу альбомного формата страниц на 300 как разрушали ссср там о горбачеве начало восьмидесятых годов пишется что светила ему тюрьма вслед за секретарями обкома астраханской области и Кубани за пособничество наркотрафику из Афганистана к 1985 году британская разведка имела толстая досье на Горбачева с коим его ознакомило при визите его в Англию насколько это правдоподобно как вы считаете если это так то к 1985 году в нашем КГБ были в верхах лопухи и или пятая колонна не знаю здесь нет авторства сложный вопрос интересная версия хорошо что здесь нет инопланетян с другой стороны но во всяком случае я думаю что в ближайшие лет 50 мы такой достоверной информации не получим по этому вопросу у меня агентурных сведений из британской разведки нет поэтому не могу прокомментировать вопросы закончились заключительное слово уважаемые товарищи современное состояние борьбы с империализмом отличается такой некоторой децентрализацией то есть оно идет во многих местах во многих странах без какого-то единого руководящего центра в общем-то наверное это и понятно потому что сейчас нет ведущей социалистической страны нет такой страны которая бы могла возглавить вот эту борьбу поскольку внутри капиталистических стран которые тоже стонут под гнетом империализма правящий класс неоднороден борьба со стороны зависимых стран тоже идет с переменным успехом мы это хорошо видим на примере Латинской Америки когда часть стран выступает против засилья Соединенных Штатов так например Венесуэла мы видим и наоборот в Аргентине приходят власти проамериканский президент но надо понимать что империализм во-первых он уже подорван подорван уже давно он его система мирового империализма подорвана с момента Великой Октябрьской Социалистической Революции кроме того он разрушается изнутри за счет внутренних противоречий за счет противоречий внутри самого империалистического лагеря а те страны которые оказались в зависимом положении тоже стремятся вырваться из под влияние Соединенных Штатов но надо понимать что сам он не рухнет предстоит еще долгая упорная борьба и в этой борьбе конечно основную роль должны сыграть коммунисты должен сыграть рабочий класс мы знаем что сейчас рабочий класс действительно он создает экономическую мощь Китая рабочий класс России кует нашу оборонную мощь наше оружие с которым наша страна борется вооруженным путем с американским фашизмом на экспорт и рабочий класс непосредственно с оружием в руках оставит независимость нашей Родины поэтому коммунисты должны быть с рабочим классом и вести рабочий класс создавать партию рабочего класса и только в победе социализма залог победы над империализмом спасибо Денис Борисович на этом лекция заканчивается объявление что у нас заключительное занятие после майских праздников 16 мая четверг тема занятия 25 лет выборгского противостояния опыт и уроки для рабочего класса России лекцию читает Юрий Михайлович Скок публицист член парламентской комиссии Госдумы по проверке итогов приватизации Выборгская СБК да совершенно верно субтитры Субтитры Продолжение следует...